Мистер Греф, большое спасибо. Я, так же, как и вы, оптимист. И я смотрю на будущее оптимистично. Мне кажется, что Россия очень многое может сделать. Мы должны понять, что сейчас ситуация непростая, особенно с экономическим ростом. Я бы предложил следующее. Конечно, кризис должен разрешаться, иначе никакой пользы для России не будет. Нам нужно как-то что-то сделать для того, чтобы подстегнуть экономический рост. Я знаю, что делают другие страны в подобной ситуации. У них меньше ресурсов, меньше способностей. Например, такие страны, как Малайзия или Колумбия, Чили. Частный сектор и госсектор. Мы не говорим о ГЧП, но все-таки они работают вместе для того, чтобы подстегнуть этот рост. Малайзия, например, решила достичь роста на 2%. И они работали с приоритетными секторами целенаправленно. Нам нужно здесь, в России, делать что-то подобное. Нужно этот метаболизм возобновить. Еще пару идей. Одна из них касается частного сектора. О чем говорил Чарльз? 21% – это сектор малых и средних предприятий. 21% – это ВВП. Сравнимо с сектором в Германии. Здесь потенциал предпринимательский очень велик. Мы должны иметь возможность открывать новые бизнесы. Но среда это не поддерживает. Я могу привести пример. Еще один пример. Я был в Пекине пару лет назад, и в его офисе нам показали три цифры. 36, 35 и 6. Я думала, что, возможно, это какой-то новый манифест партии коммунистической. 36 дней – это срок для открытия нового бизнеса. 35 – это столько дней, сколько нужно для того, чтобы открыть новый бизнес в Шанхае. А шесть дней – это то, что нужно в Сингапуре. То есть вы видите, насколько большая разница. И нужно здесь работать над этим же. Обеспечить простоту открытия новых бизнесов. Кроме того, нужна приоритизация. Интересно, почему МакКинзи говорит о каких-то таких инициативах, которые предполагает правительство. Правительство должно выбирать приоритеты большие потенциальные секторы, энергетический сектор и производство. Мы знаем США, мы сталкиваемся с эволюцией в секторе осланцевого газа. И можно много сделать именно в этом секторе в России, в секторе, который касается энергетики. Нужно два часа на то, чтобы произвести один из холодильников. И здесь логистику в этой стране можно улучшать. Нам нужны также большие изменения в инфраструктуре. Нужно использовать новый капитал для того, чтобы строить инфраструктуру, потому что это повышает производительность. Что делают другие страны? В Африке, как ни удивительно, мы видим, что инвестиции именно в железные дороги самые высокие. Они не боятся таких смелых решений. Мне кажется, что нужно поставить все на инфраструктуру, создавать новые рабочие места в этом секторе. Ведь есть компании, которые хотят инвестировать именно туда. И это будут долгосрочные проекты. Российские компании должны уметь выходить на новые рынки и работать с Африкой, с восточными странами. В ближайшие 20 лет мы увидим 2 миллиарда новых потребителей на этих рынках. Это гигантские возможности для российских компаний. Они могут воспользоваться этими новыми возможностями. Это может быть производство товаров или услуг. Мне кажется, что это прекрасный шанс. Для российских компаний нужно смотреть по сторонам. То есть нам нужен толчок, кроме того, нам нужна приоритизация и нужна перезагрузка сектора малого и среднего бизнеса. И благодаря таким мерам, мне кажется, можно будет увидеть новый экономический рост. Позволь мне задать один вопрос. Ты занимался правительственными программами повышения экономического роста. Во многих странах. Какой бы ты один, самый главный приоритет для российского правительства сегодня назвал в части повышения эффективности нашей политики, экономической политики? Один, один приоритет, самый главный. Возможно, вас не удивит мой ответ. Это дирегуляция. Снижение бюрократических препон, которые касаются простоты открытия бизнесов. Это повысит продуктивность значительно. Спасибо.